С вами компания Новая Эра, я Андрей, ее руководитель. Сегодня я хочу рассказать о ремонте санузла, то есть о начальных этапах ремонта санузла. Кто-то, возможно, захочет сделать ремонт санузла своими руками или проконтролировать своего подрядчика. А правильно происходят процессы, проводимые подрядчиками в моем санузле. Итак, давайте посмотрим, с чего все начинается. Сейчас, когда мы имеем квартиру, купили ли это вторичное жилье, после полного демонтажа или новостройки мы имеем вот такие четыре одинаковые стены. Они могут быть разных размеров, но суть в том, что вот такое пустое помещение мы имеем. Далее, что мы должны сделать? Перед тем, как начать правильный ремонт и не сделать никаких ошибок, на момент начала ремонта мы должны иметь в квартире плитку и иметь сантехнику. Такую, допустим, сейчас мы в ванной комнате, мы должны иметь полтеноксушитель, умывальник, смесители к нему, ванну, душевую кабину, трап, если это будет самодельный поддон. То есть, вот эти все вещи мы должны иметь до начала ремонта. Теперь объясняю, почему. Обратите внимание, вот на эти вот полосы, размеченные согласно лазерному уровню строительным карандашом, это закладки трасс. Именно те размеры, именно те высоты, те глубины, которые нужны для закладки скрытого водопровода. То есть, хороший современный ремонт подразумевается в скрытую систему водопровода. Очень многие люди этого боятся, что-то так вгородят, все эти трубы, они вытащены наружу, но это очень-очень неправильно. То есть, проводка должна быть скрытая, чтобы все, чтобы смесь, чтобы умывальник мог подойти вплотную, чтобы не проходило никаких труб. Чтобы при установке ванны, мы также видели, что ванна у нас проходит вплотную, а смеситель красиво выходит из стены, и никаких трубку не видим, только светоотражающие хромированные колпачки. То есть, такого эффекта можно добиться только тогда, когда мы начали ремонт, стены наши пусты, помещение пустое, но все необходимые материалы и вся необходимая сантехника уже находятся в квартире, для того, чтобы сделать правильные расчеты. После того, как мы условно все проверили, почитали, закупили, мы выравниваем и штукатуриваем стены, и после этого устанавливаем сантехнику, которая у нас приобретена, по необходимым местам, видим, как она у нас остается, какие размеры остаются, учитываем плитку. Теперь, исходя из того, что уровень у нас идеальный, мы можем точно понять, сколько съест еще со стен укладка плитки, делаем разметку под запитку водопровода с канализацией, крепежных элементов, потому что у каждого прибора на сегодняшний день куча производителей, разные модели, и все они подсоединяются и крепятся разными вариантами. Как мы только это все сделали, мы зарезаем вот эти штробы, ставим, ведем трубы, паяем, ставим необходимые приборы, в которые будет подсоединяться смеситель, выводим водопровод, выводим трубы полотенца сушителя, и уже правильно заложенные трассы дадут нам стопроцентную гарантию того, что когда мы уложим плитку, все необходимые узлы для подключения будут находиться на своих местах. То есть, с этого и начинается грамотный, правильный подход к ремонту санузлов. Не забывайте, что санузлы это самый дорогой элемент в квартире, самые большие деньги тратятся именно сюда, стоимость работ здесь самая высокая, материалы здесь самые дорогие, вроде бы самые маленькие узлы. Ну и с точки зрения безопасности и всего остального, здесь тоже самые большие риски, это потопы, еще какие-то неприятности, связанные с водой и отоплением. Кому это видео полезно, ставьте лайки, пишите комментарии, возможно кому-то недостаточно того, что я сказал, я смогу еще это написать в личном плане и дать какие-то рекомендации по ремонту. Всего хорошего, пока-пока!